Здарова, суетологи! Настало то время, когда я все-таки снял для вас видеоролик о том, какой стоит здесь видеорегистратор, для чего он нужен, какие стоят здесь дополнительные педали и как они закреплены. Такой легкий обзор моей учебной машины. Как там говорится, обзор учебки чек! У меня установлен вот такой видеорегистратор с четырьмя каналами под камеру и с выходом отдельным на микрофон. Как им пользоваться? Значит, есть такой специальный ключик. Ключик, блядь! Где, блядь, ключик? Блядь, я проебал ключик! В смысле, я проебал ключик? Я проебал ключик! Так, ищем ключик! Все максимально просто, ключик был у меня в кармане. У меня стоит вот такой видеорегистратор на четыре камеры. Подключается он максимально просто, плюс-минус, видео, вход, сигналы. В моем случае это выход на четыре видеокамеры. Из них два HD-шных входа и два VGA. Так, как им пользоваться? Показываю вкратце. Нужен такой специальный ключик. Открываем регистратор, запись прекращается, здесь становится флешка. Флешка простая SD-шка. Дальше. Закрываем регистратор. Активируем его. Ааа, падает! Активируем. Нахуй ключик. И ждем. Фирма называется ProLine. Ожидаем мы вот здесь загрузки. Дальше. Монитор загрузился. У меня установлена HD-камера на потолке. Установлена HD-камера наперед. Установлена задняя камера с разметкой, чтобы было четче, лучше видно. Но в моем случае у меня стоят две видеокамеры. Одна видеокамера на регистратор, другая камера для камеры заднего вида. Для камеры заднего вида? Для зеркала заднего вида. Короче, чтобы назад ехать. Так проще. Ну и четвертая камера снимает подборную панель. Затем. Здесь стоит микрофон. Чтобы слушать, что происходит во время экзамена. Мало ли что может произойти. Дальше. Для чего висит камера на потолке? Когда ученик садится, он показывает паспорт, свое лицо, камеру направления. И, соответственно, чтобы не было подмены какого-либо другого человека. Мало ли что. Соответственно, ученик называет фамилиями, отчество свое. На камерах, как бы через микрофон, все фиксируется, слышно все очень четко. Дальше, после экзамена, мы снимаем свои флеш-карты, отдаем их инспекторам. Учебные педали. В моем случае это сцепление и тормоз. Любой учебный автомобиль должен быть оборудован согласно 21 пункту, части 5. Дублирующая педаль сцепления, дублирующая педаль тормоза. Также зеркало заднего вида. И значок буква У 20 на 20 по ГОСТу. Как закреплены эти педали? Они закреплены тросиками через ролики. Соответственно, дальше у меня идет рукав. В моем случае это взять рукав от ручного тормоза Жигулей. И подсоединен он здесь. Также идет через тросики, через данный рукав. Но можно назвать ее также рубашка. Педаль тормоза закреплена пружиной, чтобы трос не болтался. Соответственно, на сцепление я пружинку снял, чтобы более чувствительна была в моем... Вот. Здесь вот на нажатии педаль. Вы сами поняли, что я сказал? Короче, чтобы я чувствовал синхронность нажатия педали. Как отпускает ученик и как нажимаю я. Потому что тормоз прочувствовать немножко сложнее, потому что он откидывается за счет тросика. И как-то так. Управление видеорегистратора идет вот через такой пульт. Немножко разъебан в моем случае, но рабочий. Сейчас я отформатил флеш-карту. И нажимаем ОК. У регистратора также есть масса колоссальных настроек в виде звука, разрешения, время установки. Соответственно, когда принимается экзамен, должна быть установлена верная дата. Дата сдачи экзамена и время сдачи экзамена. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, пиши в комментариях, на какой учебной машине ты сдавал, с какого-то региона и с какого раза ты сдал экзамены. Ну и также не забывай писать, в каком году ты обучался и были ли у тебя регистраторы. А вдруг меня смотрят те, кто сдавал экзамены в 90-х. Расскажите, как оно было в этих 90-х годах. А может быть в 70-х? Расскажите, как оно было в начале нулевых. Спасибо, что досмотрели мой мини-влог об учебном автомобиле. Всех обнял. Пока.